Двори И между Тофелем и Лаваном, и Хацеротом, и Бизаа, в одиннадцати днях пути от Хоран. И Рашид тут же задает вопрос, разве это возможно, чтобы он говорил и в пустыне, и в степи, и против моря, и между Параном, и Лаваном? И то, что открывают наши мудрецы, последняя книга Торы, книга Дворим, это последние тридцать шесть дней нашего учителя Моше. Через тридцать шесть дней седьмого Адара он покинет этот мир, а это начало Швата. Тридцать шесть последних дней жизни самого великого пророка, который был в еврейском народе, нашего учителя Моше. Это слова Моше. Но ведь написано так в трактате Санедрин, девяносто девятый лист. Тот, кто скажет, что хотя бы одно слово Торы, это не с неба, он опекорос, и так постановил Рамбом в законах. Но написано в святой книге Зорт, это слова, о которых говорил Моше, говорил от себя, как же мы можем понять их? И объясняют наши мудрецы, что Моше спросил у Творца разрешение, чтобы повторить всю Тору. И наши мудрецы называют эту книгу, книгу Дворим, Мишне Тора, повторение Торы. А потом Творец все слова Моше повелел ему записать слово в слово. Поэтому вот слова, которые говорил Моше, и все они с неба. Чем же отличается эта пятая книга от первых четырех? Во всех первых четырех книгах сказаны эти слова, которые говорил Творец, чтобы Моше передал еврейскому народу. А это слова Моше, который говорил. И открывают наши мудрецы, и это великий каббалист Мегале Амукот, что пятая книга Торы – это корень и основа всей устной Торы. Если первые четыре книги – это то, что Творец с неба дает еврейскому народу, то пятая книга – это книга получателя. Это как Моше повторяет и объясняет то, что мы получили с горы Синай от Творца. Посмотрите на нашу руку. Четыре пальца и пятый. Это связь письменной Торы с устной. Несомненно, пятая книга Торы, в которой есть даже новые заповеди, в которой впервые написано «Шма Исраэль». «Шма Исраэль» – она Тора с неба, но, с другой стороны, это корень устной Торы, которую мы также получили с горы Синай. Почему народы мира и Сатан обвиняют нас и говорят, что Талмуд – это придумали мудрецы? Устная Тора находится в сердцах еврейских мудрецов, но получена она с горы Синай. И так сказал Творец Моше – письменную запиши, а устную – обучи их устной и передай. Потому что в будущие времена придут народы мира и скажут «Мы – новый Израиль». А Талмуд, высказывания наших мудрецов, они будут собирать по всей Франции во время раши и сжигать. Они ненавидят это. Так вот, Творец говорит, только тот, у кого точное знание, как из каждого слова, из каждой буквы, из каждой короны Торы, выходят тысячи законов, только тот, настоящий Израиль, который получил всю Тору с ее объяснением с горы Синай. Но почему для нас это так важно? Изучение устной Торы, которой евреи посвящают и день, и ночь, все годы своей жизни. Ведь мы сказали, Тора находится, устная Тора, в сердцах еврейских мудрецов. Это безграничная мудрость, которая заключена в нас с горы Синай. Дважды во время дарования Торы отлетали наши души. И Творец пробил насквозь, Харут, это значит, выбил насквозь, на скрижалях нашего сердца, эту Тору. И сейчас еврей, который трудится всю жизнь надзазучением устрой Торы, он должен достать эту глубину, то, что мы получили с горы Синай. И не просто так, Тора сравнивается с безбрежным океаном. И еврей, который достает даже одну каплю из этого океана и пробует, у него есть вкус всего океана мудрости Творца. И открывает Гаон из Вильна, что 11 глав книги дворин, а на самом деле две главы объединены. Ницавим Вайгена, в одну главу, это 10 глав, и это 10 столетий шестого тысячелетия. А мы с вами находимся в восьмой главе, и это глава Ницавим, которая говорит про раскаяние, про поколение Чувы, поколение, которое, выйдя из Галута от других народов, вернулось к своей книге книг и на свою землю, землю обетованную, землю Израиля. Последние дни жизни Мошея он повторяет всю Тору, и это его упрек. Но он дает благословение еврейскому народу, чтобы вы были благословены тысячекратно, как только, говорят евреи. И Творец сказал безгранично, а ты только тысячекратно. Это мое личное благословение, говорит Мошея. Это благословение Творца хранится вам на века. Одна капля из этого океана, но в ней есть вкус всего безбрежного океана божественной мудрости. Субтитры создавал DimaTorzok